салют друзья с вами снова татаргейм мы по-прежнему выживаем с вами в last island of survival это у нас будет соло серия и там еще будет потом парочку поэтому ребятки обязательно ожидаем следующие видосики но перед тем как мы начнем выживать в соло передаю привет пяти комментариям под прошлым видео итак первый был у нас хажими фан-фан ему огромный привет глаз games gg больше похоже если честно на какой-то рэперский на рэперскую кличку похоже как вы их придумываете в общем тебе гли геймс gg тоже привет огромный strike привет тосик тебе тоже отправляем рафаэль нейсон дружище тебе тоже привет и сми пи у нас заключает эту пятерочку сми пи это мой соклановец плюс еще администратор группы дискорд ребятки обязательно подписываемся на дискорд ссылочка в описании также там есть ссылочка на vk обязательно ребятки кто еще не подписался на канал татаргейм обязательно ребят подписанности прожимаем колокольчик чтобы не пропустить следующие видео потому что следующей серии соло выживания будут тоже очень интересны и так ладно поехали в общем стартанул меня здесь очень на окраине швырнула тут смотрите уже домики короче такие заряженные это получается у нас стандарт 13 дней в общем до конца то есть сутки прошли может даже чуть больше и соответственно здесь уже куча магазинов куча всего на самом деле то есть ребятки уже здесь довольно таки заряженные бегают с пушками и так далее так но здесь я обнаружил первую жертву на старте в общем пока тут это ходил бита пока у нас крафтится бежим за ним чё нам еще остается делать по сути так дубинка есть я только не понял он он меня как бы вроде бы и видит слышит но что-то начал рассчитывал непонятно сразу же туда ему прописываем в будку ух пестик да было бы вообще кстати шикарно если бы я сейчас сходу бсмгшечку выбил у чего у чувака просто он такой какой-то полу афкшный то ли чё может у него звука не было и он не слышал что кто-то рядом еще бегает но хотя все равно же следы показывает да когда кто-то рядом если мне показывала значему тоже показывала следы либо он думал типа это я такой на опыте сейчас он меня типа не тронет но обезоружили короче чувака забрали ревик ревик тоже неплохо единственный минус что там всего два патрика ну вот короче вот такой вот какой-то прикольчик у нас да так что-то там по-моему еще кто-то бегает в общем решил в соло сыграть потому что да просила много людей уже в соло в соло но опять же ребят не надо меня путать с более опытными да там ютуберами у меня будет очень сильно отличаться соло мое выживание с теми ребятами вот поэтому ну в общем смотрим я прям не говорю что это дно какое-то так как всегда батареечка у нас ребятки не скажу что дно но опыта мне еще конечно набираться и набираться ну реально ребят 340 часов чего вы хотели но я вот недавно буквально смотрел 334 часа было ну сейчас уже где-то примерно 340 плюс минус так хаток смотрите короче вообще тоже уйма и надо было конечно пораньше заходить на этот сервер просто я посмотрел по времени на тот сервер на который я хотел там в общем было забито максимально то есть там 30 какой-то я был в очереди вы представляете это сколько сидеть ждать не короче я решил то есть уже как бы на такой не не очень свежий но свежий сервачок зайти так видим еще одного пассажира все равно да еще такой движ париж конечно не так как на старте да что там просто толпы по дорогам бегают что-то мутят стреляются что-то это но все равно да то есть по факту я там не не смог просто кусочек куда-то делся я там еще с двумя человечками по дороге по факту встречался то есть вот буквально за минут 15 игры я пятерых встретил я думаю это неплохо и оживленно с учетом что кто-то спит да кто-то афк пять человек как бы довольно таки нормально мне кажется оживлененько короче не стал я с ним зарубаться нет у меня привычки бегать за людьми была одна история недалеко от мелки буквально но не на самой мелки а на другом берегу за мной чувак погнался и мы короче до нижнего левого угла плыли чё к чему для успел пойти свои дела поделать то есть я включил чтобы он меня автоматически плыл не все это чувак за мной тоже был в угол я не помню его ник если честно но он у меня и в комментариях писал и подписчик мой потом по итогу вот и там просто такой кусок там вален и он у меня к сожалению удалился тоже но это давно было и у меня лично нет такой привычки бегать за людьми смысл да у него там 30-40 может быть скрапа и какого-нибудь там тысяча камня и вы просто вы больше на самом деле времени на него потратите вот я допустим я всегда убегаю я до последнего бегу пока там не знаю что либо не произойдет и с учетом что я еще по дороге аккуратненько скидываю незаметно лут то есть человек меня догоняет у меня ничего абсолютно нету даже топорика деревянного ну да ладно вот короче вот такая хибарка у нас после выпуска да с аэробордом да если кому интересно где я тестил аэроборд куда мы там долетали на нем можете посмотреть этот видосик я тогда решил да что в принципе неплохое место именно вот где где замерзшее озеро да и вот там вот в горах построиться в принципе я такую площадку здесь я и тогда ее обнаружил да то есть здесь блин спокойно вообще можно 7 на 7 сделать кибу ну-ка кибу до хоромы так это что-то мы вышли что-то я не удалил да ну да ладно кибу короче 7 на 7 можно отстроить то есть тут для клана в принципе можно разместиться спокойно что я в принципе и делаю да ну просто тестю этот это место пока что у меня просто да там 4 на 4 но вообще как бы сама киба 2 на 2 и еще плюсы я ее обстроил фундаментами так чем топку делал да надо печуру поставить надо нам ребятки печура обязательно вообще в идеале как бы две-три для начала для начала для начала две-три печурки вообще сама то так печечка все у нас принципе готова даже две печки у нас готовы но единственный минус да что на стандарте ты конечно не очень сильно прям так по фармишь дико так но пошли попробуем на чисто эксперимент получится ли у нас на рт что-нибудь выбить вот в одного на самом деле немножечко тяжко играть это я понял даже вдвоем намного проще нежели в одного играть так чувачок у нас тут смотрите вообще с дробашом бегает но надо его угомонить чик опа как он у меня всю жизнь снес я так и не понял я сейчас смотрите 1 хп осталось просто что за чудесный тип и вот я к чему говорю да что вдвоем все-таки намного проще играть потому что тебя в любом случае кто-то может прикрыть ты же нет в одного ты не сможешь двоих в редком случае с ревика ну во всяком случае я не такой опытный до чтобы с ревика двоих выносить тем более у одного дробашу другого и сам гэшка дофига делов а может даже и не сам гэшка я там просто не обратил внимание но что-то у него такое полуавтоматическое или автоматическое короче хвастаюсь да ребят чё у меня есть см гэшка фамик и узики короче где это все взял у меня здесь почти что под домом была просто знатная заруба там блин человек 10 реально месилась это там короче мои одни из соседей они на озере живут на замерзшем и кто-то пришел и вот они короче где-то схлестнулись по под моим домиком соответственно я короче там фамика в че этом только не насобирал реально вот два фамика узи шку см гэшку одну см гэшка у меня уже до этого была тут товарищи мои тоже играли оказалось что мы на одном сервере и вот они мне короче на на изучение одной см гэшку дали но я и естественно и не пользовался особо в общем у меня много чё есть реально да смотрите фамики еще плюс с обвесами они притащили это капец блин это по броньки да по костянке я вообще прям за зарядился там по полной два шкафа у меня просто костянки теперь ну пригодится чё запаска говорится нужен не буду до говорить как там на самом деле говорится потому что дети нас смотрят тоже так но вот в принципе вот такой вот момент хвастаться конечно особо нечем вот меня пробовали до зарядить ничего не получается у людишек но опять же сейчас у единиц наверное только есть дина я уже не говорю о сишках а центр у меня в мвк видите на поэтому затруднительно с дина даже забахать мне кажется проще подождать до сишек так пойдем чинить потому что блин чё к чему блин центральный вход не разбахали заразы вот то есть но уже неоднократно видите да пробовали конечно забахать ну не судьба но ничего страшного мы сейчас отремонтируемся я уже здесь как раз и весь домик там и второй этаж да то есть буферку сделал в два слоя сверху но реально потому что здесь этот дом ну как сказать да по бокам его дал долбите ну тоже такое себе дело потому что но опять же на любителя конечно проще с крыши поэтому я крышу усиливаю то есть у меня там уже два этих два уровня ну по полу стеночкам короче я думаю так будет понадежнее в любом случае здесь конечно место такое интересное трудно ну на мой взгляд есть трудности да именно рейда этого домика потому что везде крутые склоны не очень удобно но чисто ради эксперимента я конечно постараюсь если у меня прям нормально взрыва будет здесь я ради эксперимента конечно постараюсь разбахать свою хату так ну да ладно поехали дальше попытка номер два да по рт-шкам побегать короче вообще везде меня гасили мы сюда прибежали фиг с ним да даже нету здесь лута главное что мы синьку взяли синька я знаю где есть ближайшая более безопасно это на милке в последнее время вообще обратил внимание что милка это не ну не такое уж прям популярное место как я понял так хорошо тут никого нету бой сам грешка ништяк пригодится в любом случае милка не очень популярное место один раз только я там захлестнулся с чувачком вообще нормально парень мне он видимо туда короче плавал нефть перерабатывать 400 чем-то мне нефти подарил просто ништяк мне там как раз надо было на этот самый на фурию просто я когда допустим собираю я откладываю свое если у кого-то нахожу я естественно заряжаю фурию не знаю почему так экономия должна быть экономной просто что у меня дома лежит оно должно лежать дома на случай да когда я уже найду экспу и чтобы я не заморачивался потом с этим с топливом с нефтью также ребят смотрите обратил внимание до перерабатываем карточки это вообще шик блеск красота зелененькие по 20 скрапа дают представляете я раньше не знал я их теперь везде собираю то есть где-то я и бывало пропускал потому что у меня всегда было пол ящика зеленых а теперь я их вообще у меня всего дома две штучки на всякий случай лежит я все остальное вообще на перераб просто в тупую это ребятки для новичков да то есть очень удобно зелененькие по 20 дают синенькие по 50 если я не ошибаюсь фиолетовую сотка это сто процентов сотку скрапа дает фиолетовая но опять же да вы ее вначале используйте не надо ее закидывать не использованную не использованную не надо вот я решил короче посмотреть да долечу я но я уже пробовал конечно до мелки то есть я самой высокой горы до сюда спокойно долетаю это очень удобный вариант перемещения на самом деле то есть безопасный такой вариант потому что по дорогам бегать тем более здесь на том берегу несколько домов которые не очень напрям так стоят и через них бегать такое себе удовольствие бегать тоже не очень поэтому ребят у кого есть фурия блин там с горы просто залазим на гору строим вышку и полетели но это я кстати без этого без взлета то есть если бы я еще и воспользовался бы да там взлетом этим я бы наверное прям на ракету залетел бы естественно так топлива это нам надо так ну чё зеленая да у нас здесь комнату х ништяк было конечно фиолетов было получше но ладно ладно так здесь у нас какая здесь у нас синенькая кстати я вот сейчас вот буду да там уже выбегать с мелкие кто мне скажет что я не сделал тот молодец то есть я сейчас комнату залутаю и короче где я не был где я не был скажите мне просто эту для себя вообще такую вещь открыл так ладно выбегаем и опять да пока я выбегаю ребят напишите куда я не ходил по итогу пока у вас есть да до ворот вот я сейчас бегу до ворот пишем комментарии кто знает не говорите ну смысле если вы уже видос посмотрели и услышали чё я сказал где я не был так босту тоже бегая да вообще такой вообще тут этот суетной парняга постоянно на суете короче ребят я только вот буквально несколько дней назад узнал что на милке есть еще одна комната вы знали что там три комнаты я нет то есть сколько я уже там лутался я не знал что там есть третья комната то есть я вот в эти два здания левое правое забегаю и все я убегаю оттуда то есть я там даже по факту по этим по ангарам не бегаю особо не лутаюсь то есть вот где перераб туда только захожу и все тут я решил пройтись и я узнал что есть оказывается 3 корму комната черт возьми представляете но это вот после вот этого как раз то есть я сейчас на нее не заходил а тут мне что-то приспичило думаю дай-ка полазию потому что у меня скрапа вообще короче катастрофически не хватало и я решил короче а чё бы не полазить не посмотреть там же все равно но ящички хоть маленькие но там по чуть-чуть то она дает и деталек и компонентов чё бы и нет оказывается прикиньте там есть еще одна комната короче ребят кто новенький кто не знает обязательно ищите то есть вот эти два здания это две комнаты и туда вглубь еще одна есть представляю я туда я туда очень никогда не ходил а ну максимум я еще ходил нефть перерабатывал с правой стороны и все это это этому по моему там тогда толпой мы бегали мне просто показали что там есть это не пазешка ну и естественно я ее там ну узнал что она там есть а вот тоже там третья комната еще есть вот это вообще для меня новость была просто представляете сколько я раз туда вообще уже бегал и я только нашел на самом деле третью комнату да ладно в общем ребятки старт был как вы видите да потный где-то мне что-то не получалось сейчас фиолетовую до откроем вы просто ржака будет то есть взрыва да там либо какой каких-то топ винтовок фиолетовых мне лично не дает я не знаю может кому-то дает это фиолетовая комната мне нет то есть максимум чё по оружке дает да это либо smg это это было только один раз за двое суток бегал я наверное раз десять точно по этим фиолкам потому что здесь удобно да здесь и лаборатория там тоже фиолка есть и здесь у меня еще и шелтер тоже фиолетовый о пламега смотрите с обычного ящика пламя газ фиолетовой не нифига не дает либо я фартовый такой либо отчета я не понимаю может рано здесь еще для топорушки фиолетовых но реально ну один раз только smg ко мне попала все остальное там дробь микросхемы мвк все то есть но бы бывало да там еще конечно там по броне по броне немножечко но блин пофиг на эту броню я я не часто файчусь да что мне прям такая то броня нужна была потому что ну реально на дроп и бегать у меня нету варианта потому что я один там просто в 3-4 компашки ребята сидят друг с другом потом месяца по итогу за этот дроп и я там сто процентов отхвачу так ну вот видите броня на я не спорю то броня тоже круто но мне нужно оружие либо взрыв лучше взрыв за двое суток реально мне из-за ручки только smg шку дало и все но и один раз бобовка была если я не ошибаюсь и в принципе вот на этом все решил я попытать до удачу на карга мы видим здесь до катиос вот этот вот или катиус как правильно я не знаю и еще было black black back да это короче чувак он просто здесь недалеко живет я знаю скорее всего ну слышим стрельбу да кто-то с кем-то зарубается этот black back он где-то здесь недалеко живет и получается что у нас здесь один этот катиус остается так сейчас посмотрим посмотрим может все-таки вымутим но если честно я на перерабе застрял и надо было конечно пораньше вылетать все посмотрим катиус иди сюды но у меня как бы по ручке все то же самое да фамик по броне у меня костянка железку да не было возможности умнее изучить но вы представляете 1200 нужно скраб 1200 на дороге сколько дорогу надо что 1200 намутить короче это не мой вариант был еще до 1 к тому что вот если у вас есть планер либо аэроборд очень очень полезная вещь время очень так но как мы увидели да что дроп это уже чуть и кто-то его уже забрал вот я понимаю что black back этот где-то рядом ой где-то рядом он просто живет он вряд ли на этом на корабле и поэтому я понял что то есть по факту только вот этот катиус стою остается может я неправильно читаю конечно никто бог с ним соответственно мне надо понять вам здесь еще или нет я еще и в воду пытаюсь просмотреть на то есть вот у нас этот black back он не раза четыре уже просился короче ко мне в тему но я его один раз принял чтобы хотя посмотреть где он тоже что такое ощущение было как будто он блин где-то рядом он не рядом со мной короче был он туда где вот гастейшн в ту сторону короче и где-то у них здесь еще киба точно знаю где-то у них тут холупка так но все залутали да по кораблю смотрите всех охранников поубивали смысл наверное здесь он не прячется он уже куда-то ушел уплыл улетел ну все он даже это даже не видно его так лана полетели тоже может моего щас день на берегу встретим короче косяк что я не смотрел воздух да то есть я воду просматривал мы потом с чуваком с этим списались оказывается он просто улетел причем практически в мою сторону где у меня дом находится вот но хорошо что мы с ним не встретились потому что у него был было к юбэзэшка уже и у него железка изучена а у меня нет то есть я кассия в костянке и с файмиком и он получается к юбэзэшкой и железной бронькой и я в этом сто процентов отхватил вообще к бабке не ходи да я чё говорить я бы в доспехах этих бога блин в броне бога бы точно бы тоже отхватил в админской фасад к нубяра еще тот блин потом вряд ли бы конечно его перестрелял но хотя кто его знает так в общем прилетел я да то есть это еще на этот момент я не знаю что он уже улетел упорхнул я думал что может плывет это его моцик сидел и высиживал короче думал может все таки повезет было бы неплохо да потому что я как потом узнал там вся топорушка у него была то есть к юбэзэшка ему выпало еще одна коллаж снайпа берданка что-то там еще короче ну прям такой заряженный заряженный дропчик была карга вот но я к тому что смысле мы не упускаем из виду этого чувачка впоследствии потом как бы будет момент с ним но я просто сейчас все карты ребят не буду раскрывать хочу было потому что иначе скучно она совсем будет смотреть принципе и так до ролик не веселый но реально это такой вот сложный старт я блин я трое суток первые сутки до меня постоянно на рт-шках убивали я даже блин я только дверь открываю меня хлопали уже тут же я решил короче сильно не заморачиваться просто напросто решил домик отстраивать думаю сейчас они немножечко подутихнут я буду потом спокойно лутаться в принципе такая стратегия тоже работает то есть чтобы зря время не терять я просто собирал ресурсы улучшал дом также доплавил серый уголь и так далее на чтобы то есть на будущее задел так сказать сделать ну реально да если не получается как говорится не хочешь срать не мучай жопу попробуй попозже да то есть я вот такого вот как бы больше придерживаюсь варианта в общем полетели мы в трейд опять же до безопасным вариантом я прям сюда в трейд залетаю то есть потому что бывает да там крысят же возле входа до возле входа то еще и убить могут в принципе вот поэтому я видите я просто без оружки без ничего я сюда прыгнул просто на случай вдруг если меня убьют да то есть я максимум что потеряю это ничего а так если я пехом буду сюда заходить мало ли какая-то крысина тысяча скрапа довольно таки на стандарт тяжеловато добывается вот тем более мне в одного и ладно бы да там я бы еще с какими-нибудь мы своими бы там хотя бы ребятами до играл бы может что-то попроще было но вот здесь короче мне не везло во первых на оружие особо с рт-шками была проблема в общем короче караул но в дальнейшем естественно у нас уже все будет попроще то есть динамит мы уже купили опять же да напомню про того чувака к теуса мы с ним списались и он мне по итогу еще и экспу подарил вот то есть ну в принципе я просто я не потратил 500 скрапа лишних то я потратил только на изучение экспы просто у меня прям горело потому что а домик на самом деле сочненький ведь он то он прям просится типа зарейдите меня кто-нибудь пожалуйста уже смотрите ящички ух блин сочные вообще смотрите прямо на двери написано зарейте просто рейди давай быстрее сделаю уже взорви эту дверь вот но я короче не стал сильно до спорить перешел все таки давайте-ка зарейдим была затея с крыши бахнуть как меня учили более опытные ребятки но тут хорошо что видите вот эти первые двери они не залоченные деревянные но в принципе можно было сломать это не проблема в общем хорошо что я пошел по дверям я в принципе так и прикидывал максимум три двери максимум три двери потому что так было понятно что это киба 2 на 2 просто он еще и типа хотел усилить так с палочку мы обнаружили слипера нету так а я кстати прикиньте я даже я когда рейдил я даже не обратил внимание что с палкой есть и я еще думал а где с палкой черт возьми это что какой-то это пункт так сказать да то есть посидеть потусовать ну то есть да бывает у людей есть основная база и есть где-то там так сказать отстойнички какие-нибудь да на всякий случай туда скидывают чтобы если что можно было в какой-либо случае воспользоваться так печурку что-то да там печурки у него тут есть еще в ящичках но вот это самый мой любимый ребят момент это вот я если я допустим зарейдил я люблю вот так вот все обставить то есть стеночками все закрыться по красоте и знаете как этот вот подарок новогодний открываешь ну реально да так в печках в печках чё ну серы да чуть чуть неплохо неплохо так еще немного серы у нас мвк-шки здесь чё еще чуть-чуть серы не плавленая сера ну так себе да пока что 700 серы короче где-то набахали плавленый и это конечно не то это конечно ребят не то я так прикинул короче 1 дина это 250 250 пороха вот я так прикинул так это у нас чё ресурсы да то есть 4 дина я в общем 3000 пороха потратил чтоб 3000 пороха сделать это нужно 6000 плавленой серы если я все правильно посчитал получается она еще 120 на этот самый так вот она вот она то что я ребят искал вот то что я искал ребята но вот здесь все лежало серы вот она ништяк то есть получается я потратил три тысячи 120 пороха мне как минимум нужно было найти 3120 но мы по итогу больше нашли в серии у нас немножечко окуп на но самое главное самое главное что у нас тут есть так ящик надо ящик ящик без ящиков никуда иначе все пропадет нафиг кстати через сколько пропадает кто напишет кто знает обязательно пишите сколько времени надо 10 20 30 минут вот она серы ребят короче 7000 это три с половиной тысячи пороха но неплохо неплохо то есть по факту мы по серии чуть-чуть в плюсе ой ну да окупились короче окупились это окуп плюс немножечко еще пороха будет принципе уголь да там не проблема железа смотрите полно камня тоже это здесь на стандарте с этим делом конечно вообще намного тяжелее чем казалось потому что собирать на стандарте это конечно единственное дерево не проблема все остальное конечно это камень там и так далее допустим там мне надо было доме капнуть 40 тысяч надо было короче камни вы прикиньте конечно обладе было бы намного быстрее но ну да ладно так смотреть ткани ткани просто кассик вы прикиньте бичевки юкорный бабай когда это буду все переносить смотрите компонентов просто компоненты мне нужны чисто для переработки для скраба то есть сейчас задача мне много чего нужно изучить мне нужно железку изучить бронь куда хотя бы фамас если эту пушку не найду потому что весь скраб я потратил на изучение на покупку дина на изучение дина и на изучение экспы хорошо да нам товарищ помог дал экспу ну как почти почти бесплатно за 10 тысяч камня мы решили поменяться но мне по итогу конечно потом сэпы сэты мвк предлагал full бронь куда но я отказался это сильно круто конечно было бы неплохо но это тогда уже не выживание просто как бы на экспу я спрос спросил как бы наобум вдруг есть человек говорит да есть игры давай это дашь там как-нибудь вот ну и человек говорит подавая обменяем степотами камня 10000 я тебе экспу я окей естественно пошел быстренько десяточку накрафтил как быстренько я по большей части из своего запаса со своего шкафа пятерку взял еще пятерку накрафтил у меня там вообще оставалось короче на три на четыре часа камня просто мне надо было очень быстро все делать естественно я изучил быстренько наделал экспы быстро наделал дина и поехал естественно бахать домик и в принципе я так и думал что здесь будет окуп так она ребята получилось но неплохой как бы старт в принципе да такой приятный бонус под конец все таки да не зря старались какой-никакой окуп да и небольшой плюс жалко то парушки тут нету но все же у нас есть компонент который может переработать это больше чем чем что-либо ну что ребят на это в принципе мы заканчиваем нашу серию вторую серию обязательно ждите постараюсь ближайшие дни и есть то есть она уже записана надо только смонтировать всем спасибо ребят за просмотр обязательно подписывайтесь кто не подписался пока пока